КОНСТАНТИН ГЕНИЧ КОНСТАНТИН ГЕНИЧ Кто-то знает, что мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированные, ставки высоки как никогда, я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Это состав Леона. Три нападающих – это серьезная угроза для соперников. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. И смотрим на состав ЦСКА. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное – вовремя доставить его нападающим. Игроки Леона разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Пока неплохо. Навес в центр штрафной. Переправляет мяч в направлении партнера. Натхо. Мемфис Депай. Двигается с мячом вперед. Выбит мяч и штрафной. Биброс Натхо. Александр Головин. Алан Загоев. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Нет, не дошел этот пас до адреса. И в зону атаки мяч переходит. Загоев. Он пас на... Нужно забивать. Как же так он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило его собранности в этом эпизоде. Но игра только начинается. И моменты еще наверняка будут. Отобрали мяч у соперника. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Атакующая комбинация ЦСКА. Ничего опасного эта атака не несла. Да и еще и офсайд будет зафиксировать. Марио Фернандес. Марио Фернандес. Марио Фернандес. Алан Тзагойев. Сергей Игнашевич. Алан Тзагойев. Армейцы атакуют. Завершилась эта атака. И вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот. Завершилась эта атака. Мяч в атаке. И есть поддержка у этой атаки. Как начнешь, так и закончишь. Первое касание подвело. Головин. Алан Тзагойев. Потеря. Вернблун. Мяч вышел за пределы поля и ЦСКА будет сбрасывать. Виктор Васин. Армейцы в атаке. Тзагойев. Там есть кому сделать передачу. Хороший пас во фланг. Удар. Забивать нужно было. Но он двинул мимо ворот. Он сам не понимает, как он не забил. А на табло по-прежнему нули. Джернблун. Примассированный обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Тут может что-то получиться. И забоковой игрок Леону введет мяч в игру. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Может получиться интересная атака. Перспективная фланговая атака намечалась. Но защитник прервал. Щенник. Ушел мяч за боковую. ЦСКА бросил. Да, над входом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Леон на половине соперника. Будет угловой. И это, конечно, возможность забить и выйти вперед. А вот и повтор опасного момента. Самое скопление игроков угловой под. И в штрафной мяч. Атака может быть опасной. Защитник выносит мяч. Аут. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Александр Головин. Георгий Щенник. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Мяч вышел за пределы поля. И Леон будет вбрасывать. Очередной точный пас в его исполнении. Пробьют футболисты Леона. Голкиперс забирает мяч. Отличный отбор. Но кому даст... Мне показалось, что игрок в офсайде будет. Ну, мало ли что мне кажется. И в зону атаки мяч переходит. Вибра с надху. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлен. Александр Головин. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Есть тут возможность к воротам убежать. А сейчас вперед можно выйти. И гол он забивает. Выводит команду вперед. Наконец-то они все-таки смогли забить мяч и воплотить свое преимущество в гол. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Да, к защите тут большие вопросы. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камерой. И так мяч в центре поля. Леон впереди. Алан Загоев. Минимальное количество голов. Минимальный перевес. 1-0 пока. Хороший первый тайм он провел. В общем-то именно его гол, вот этот гол в концовке первого тайма все изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. Есть тут возможность к воротам убежать. А сейчас вперед можно выйти. Второй тайм начался мяч у ЦСКА. Отлично сыграно. Надо решать. Леон будет вбрасывать из-за бокового. Уверенно действовал в перехвате игрок. И в итоге завладел мячом. Понтус в Бернбул. Пас на ход может быть интересно. Находит это передача. Забивать нужно. Мимо. Как он не попал. Прекрасный был момент, чтобы сравнять счет. Обидно, конечно, упускать такую возможность. Но теперь нужно скорее об этом забыть. И создавать новые моменты для взятия ворот. Хороший пас во фланг. Ушел мяч за боковую. ЦСКА вбрасывает. Виктор Вася. Еще раз. Придется вводить мяч в игру руками. Виктор Вася. Виброс на вход. Атакующая комбинация ЦСКА. Есть адрес у этой передачи. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Ну и чего стоим? Кого ждем? Защитники решили отдать просто своего вратаря на съедение соперника. Ну, здесь нельзя все-таки не отметить высокое индивидуальное мастерство нападающих. Новый игрок появляется в составе Леона. Счет снова равный. 1-1. Это может быть опасно. И подает в штрафную. Вот хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар. Ну что ж, вот так команда смогла сравнять счет. Еще раз смотрим повтор этого удара. Да, точно в правый нижний угол. Самое скопление игроков. Выбивает протарь мяч подальше из штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Может получиться интересная атака. Защитник видит игрока впереди и отдает пас на ход. Маленькая пауза или он подаст угловой. Похоже, тренер готов произвести заметку. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. И за боковой игрок Леонов ведет мяч в игру. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Даже углового не будет после этой атаки. Удар от ворот. Березуцкий. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Леон на половине соперника. Еще чуть-чуть и был бы гол. Георгий Миланов. Марио Фернандес. А вот и атака Леонцев. Хороший. И пробил. Ушел мяч. Леон будет подавать. Мяч летит в центр. Сейф кончиками пальцев. Мяч поперетушен. Мяч ушел от игрока вороняющихся. Команды значит в главу. Подали мяч с углового в центр штрафной. Это поваром я бы куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельный мяч. От головы просто отскочил куда-то непонятно. Такого момента в этом матче у них может уже больше и не быть. Этому дару немного. Не хватило точности. Мяч буквально в сантиметрах пролетел мимо ворот. Загой. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. И это может быть опасно. Давай, подавай уже. А вот сейф там повторяй. Великолепная игра вратаря. И замену проводит тренер Леон. В центр штрафной мяч направлен. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Навес в штрафную. Хороший удар какой получился рядом со штангой. Прицельно бил в угол и уже видел мяч в воротах. Но чуть-чуть не хватило везения. Биброс на твой. Александр Головин. Вернблум. Армейцы атакуют. Тащит вперед мяч. Есть поддержка партнеров. Еще. Кудар. Отличный момент. Но оборона на высоте. Не точно. И все. Надо замыкать побыстрее и играть дальше. Много еще играть. Десять минут. Может получиться интересная атака. Есть шанс выйти вперед. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Может быть интересно. Потащил один удар, но может быть и второй. Ну что, пять минут осталось. Вперед он мяч тащит. Есть варианты, куда сделать пас. Защита надежная. Играет мяч, отобран. Александр к голове. Тут может что-то получиться. Игроки обеих команд в каком-то благоговейном трепете следили за полетом мяча. И все вместе они услышали звон перекладины. Вот каркаса ворот, мяч влетел в сетку. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд, хватит ли времени, чтобы дойти до чужих ворот. Думаю, одна, только одна атака осталась у этой команды. Успеют ли? Если они хотят еще на что-то претендовать в этом матче, удар спасает команду вратарь. Потрясающая игра голкипера. Могли ведь они под занавес матча сделать ничью. Удар-то был практически в упор. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Надежно играет защитник. И заканчивается эта встреча. Понятно, что встреча неофициальная, скажем так, но определенное психологическое влияние на команду она оказывает. Ну, согласись, что уверенный в себе, мастерство, какое-то взаимодействие, все это нарабатывается именно в таких встречах. Да, проиграли ребята, но, думаю, и много полезного для себя вынесли. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся, я бы сказал. Думаю, что он уже на всех спортивных сайтах красуется в полный рост. Забить решающий гол под занавес матча – это бесценно. Есть тут возможность к воротам убежать. А сейчас вперед можно выйти. Атакующая комбинация ЦСКА. Есть адрес у этой передачи. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Хороший. И пробил. Мяч летит в центр штрафной. Мяч летит в центр штрафной. Мяч. Майк. Мяч. 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 Спрасывает мяч. Блокирует он удар соперника. Промахнуться невозможно. Продолжение следует.